Когда еще будет такой день, когда водителем у меня будет Игорь Бурцев? Конечно, с машинами все... О, вот это хорошо было сейчас. Это визитная карточка компании. Раз, два, три. Как оно выглядит? А вот так. Это буду я. Тихо, тихо, тихо. Красавец! Вообще просто ты. Очень частый вопрос. Я сделал публикацию в инстаграм нашего канала. Люди спрашивают. Друзья, всем привет. 13 декабря, время 9 часов утра. И в своих роликах я вам рассказывал, что в свои студенческие годы я учился на факультете рекламы. И на сегодняшний день мой основной семейный бизнес это производство наружной рекламы. И что вы думаете, к чему я это говорю? Будучи студентом, я изучал деятельность компании Shell с точки зрения домашнего задания. И каково было мое удивление, когда мне делают предложение посетить завод Shell в России, посмотреть, как делают масла, приехать туда лично. И прямо сейчас я уже нахожусь в городе Твель, где мы переночевали. И сейчас мы всей командой поедем на этот завод. Где мы с вами посмотрим, как производится масло. И самое главное, зададим им топ вопросов. Я уже сделал публикацию в своем инстаграме. Все будет честно. Многие люди спрашивают, а в чем разница масел? А как отличить оригинал, не оригинал? В общем, вопросов достаточно. И все ответы вы увидите прямо сейчас. Что я подразумеваю под словом приехал сюда с командой? Но обратите внимание, стоит джип, это тот автомобиль, который нам предоставила компания для передвижения. У нас таких автомобилей три. На этом Гранд Чироке передвигается Олег, бородатая езда. Мы передвигаемся на джипе Компас с Игорем Бурцевым. Когда еще будет такой день, когда водителем у меня будет Игорь Бурцев? Везет, Игорян, плавно. Попал во второй. Сейчас вообще никуда не попал. Хорошо идем. Левее, левее, правее, правее. Пошел, пошел. Конечно, с машинами все, ох, вот это, вот это хорошо было сейчас. И также есть джип Рениген, на котором передвигается Евгений Головач. Джип является партнером компании Shell в нашей поездке, поэтому неудивительно, что все автомобили заправлены мощным топливом в Эппауэр, и также в моторных маслах везде применяется Shell. А вот и наша крошка, смотрите, автомобиль джип Компас. Не так давно он представлен в России. Пробег у этого автомобиля всего полторы тысячи километров. Мы проехали уже примерно 250 километров, из которых 170, за рулем был блондин. Что я могу сказать? 215, дорожный просвет, мотор у него 2,4, 150 сил, 230 крутящего момента. Нас 4 человека в автомобиле, у нас полный багажник вещей. Конечно, тяги не хватает. Но для повседневной езды, для города, то есть автомобильчик такой небольшой, если даже посмотреть на джип Гранд Чироки, это прям уменьшенная такая копия. Факт в том, что на нем будет комфортно передвигаться по городу. Жена села за руль, сзади ребенок сидит за покупками, действительно будет комфортно. За счет того, что автомобили все привозятся к нам в страну, они дорогие. Вот наша комплектация Limited стоит 2 миллиона 300 тысяч рублей. Самая топовая комплектация стоит 2 миллиона 400 тысяч рублей здесь. Хорошо работает полный приют, по принципу такому, что он может 100% крутящего кинуть на одно колесо. Мы сейчас все собираемся, отправляемся на завод. И пока мы отправляемся, вы посмотрите кратенький сюжет, как мы доехали до сюда. Погнали! 12 декабря, время 9 часов 44 минуты, мы приехали на первую точку. Проходим квест. Башня с привидениями, возможно. Будем смотреть. Первое задание, которое было, вот с башенкой стоит заброшенная. Нужно на ней найти слова сейчас, на разных языках мира. Я насчитал 12 слов сейчас на английском языке. Общаясь с нашим куратором, выяснилось, что слов всего должно быть 2. Но тем не менее, я нашел их 12. Вторая точка, и мы находимся в городе Дмитрове. Нас встречает Кремль. Друзья, идем смотреть, что там будет интересненько. Одной из ценностей компании Shell является сохранение культурного наследия. И мы таким образом оказались в городе Дмитрове, а в частности, возле Никольских ворот, где было интересное задание. И с нами Игорь Бурцев, его оператор Александр. И ребята сумели с ним справиться, все рассчитали. 38 бровин. Как тебе? Алексей. Не нажимай, стоп. Хотите, он будет для вас Робертом, Васисуалием и даже Евлампием. А на фоне меня находится маяк. Я думаю, кому-то он может напомнить тот самый маяк, который участвовал в фильме «Звонок». И сейчас простое задание. Нужно найти там колодец, спуститься в этот колодец и посмотреть, есть там кто или нет. Дайте вслух обещание самому себе, которое сможете выполнить уже завтра и снимите на эту тему видео. Я даю обещание самому себе, что завтра я задам 10 честных вопросов от зрителей моего канала непосредственно представителям компании Shell. И запишу на них 10 честных ответов. Мы на месте. Друзья, компания Shell в России ведет свою деятельность более 125 лет. Вот знаете, как блондинам фортануло? По этой компании, учащий в университете, я писал дипломную работу. То есть про них я знаю гораздо больше, чем вот эти товарищи. Поэтому сегодня я вам расскажу много чего интересного. Парни, вот я вам хоть раз врал, вот я вас хоть раз пытался как-то обманывать, что-то юлить с вами. Вот вы вдумайтесь, мы приехали сюда, нам все оплачивают, дорогу, проживание, питание, бонусы дают. И еще мы попадаем на такой крутой завод, который такими масштабами владеет по нефтепереработке. И прямо сейчас мы отправимся в их главный производственный завод в России. Пойдемте вместе с нами. Попадая на территорию, первым делом, что нас встречает, это визитная карточка компании. Эта прозрачная машина участвовала в создании их рекламного ролика. Ролик на самом деле получился довольно-таки интересным. Вот казалось бы, почему она прозрачная? Таким образом, компания Shell подчеркивает свои прозрачные отношения с клиентом. Поэтому вот эту машину можно считать легендарной. Потихонечку проходим дальше. У компании Shell огромное требование к безопасности. Обратите внимание, по правилам компании, поднимаясь по лестнице, ты обязан держаться за перилом. Мы прошли самый необходимый инструктаж по безопасности. Это действительно важно. Смотрите, завод начали строить в 2009 году. В данном в 2012 году. На завод потратили более 100 миллионов долларов. Вдумайтесь, более 100 миллионов долларов. Раз, два, три. Я преобразился. Сейчас мы проходим тест на алкогольное опьянение. Если вдруг кто-то, не дай бог, вчера выпил лишнего, на завод ни в коем случае. Пошел? Все, в зеленой в норме. Но это нормально, блондин не пьет. Наконец-то мы прошли на территорию завода. Только что мы видели 12 жизненных правил, которые придерживается компания Shell. Друзья, ну вот потихонечку начинает нас встречать масштаб. Приехали цистерны с Финляндии. Вот они, резервуары начинаются. Где, собственно, хранится все масло. Мы сейчас зайдем на производство. Посмотрим, как разгружают эти цистерны. Если, например, она приехала зимой, как греют масло. Если вдруг на улице минус 30 упала температура. Сами прекрасно понимаете, у нас в России и посильнее может морозик ударить. И первым, что встречает любой вагон, это железнодорожные эстакады. Сюда заезжают такие вагончики, где начинают смотреть базовые масла. То есть, в каком состоянии пришло масло, его качество. Естественно, это самый главный процесс. Откуда приезжают масла? Промежуточный перевалочный пункт, скажем так, у них находится в Финляндии. Приезжают сюда непосредственно уже железной дорогой. Вот заезжает вагончик. Все сливают, смотрят. Если качество масла, базового, подчеркиваю, устраивает, то оно проходит дальше. Как оно выглядит? А вот так. Прозрачное, вязкое, понятное дело, тягучее. Это масло. У компании Shell запатентовано более 3000 патентов на производство масел. Сейчас мы с вами находимся в одном из самых главных мест. Это цех по смешиванию масел. То есть, что получается? Приходит базовая основа, после чего его смешивают с присадками. Вот обратите внимание, казалось бы, будний день, а на заводе как будто бы никого нет. Вообще на всей территории работает порядка 150 человек. А все почему? Да потому что все это автоматизировано. Вот сейчас, вот здесь, работает примерно 2-3 человека. Вы вдумайтесь в масштабы. А самое главное, вот она роботизация, вот оно будущее наступает. Когда ты находишься только на контроле, все за тебя делает техника. А подскажите мне, пожалуйста. Правильно я понял? То есть, получается, приходит базовое масло, после чего приходят все так же присадки. Да. Они дробятся вот в этом. Да, да, да. От каждого резервуара у нас подходит своя отдельная труба, взята на коллектор. И стоят расходометры, то есть, вот можете видеть, да, такие синие. И, соответственно, рецептура задается таким образом, что в определенной последовательности и при определенном времени у нас открываются клапана, да, то есть, в автоматическом режиме, ну, пневмопривода, и происходит дозировка. Все это попадает в основную, главную трубу, и уже готовый продукт в процессе разгрузки уже перемешивается, доходит, как бы сказать, до окончательной кондиции, и попадает в резервуар назначения, то есть, готовые продукты. Эти блендера, они стоят на весах, то есть, здесь нет возможности вообще ошибиться, тут вплоть до чайной ложки, все дозируется до миллиграммов полностью, и это отгружается также в готовую продукцию. Данное оборудование, оно уже готовое масло отгружает в пар готовую продукцию. А готовая продукция, прежде чем отгружаться дальше, то есть, проходит же через лабораторию на качество? Конечно, в обязательном порядке. Прежде чем в канистре развивать? Да, конечно, конечно. То есть, сначала вы сделали, после этого снимается проба? Мы не только разливаем в канистры, в бочки и ведра, также в зону моей ответственности входит автоналив и железнодорожный стакан, там также имеется железнодорожный налив, то есть, если клиенту потребуется, например, фура, да, то есть, готового продукта, мы готовы отгрузить как в фуру, так и в железнодорожную цистерну, уже готового продукта. Парни, у нас есть уникальная возможность пообщаться с Алексеем, Алексей это технический директор, и я ему задам ряд вопросов. Алексей, ну расскажите, пожалуйста, или введите нас в курс дела, как происходит? Вот, например, вы производите масло Shell, а есть различные производители, например, Mazda, Toyota, ну кто угодно, которые тоже в канистрах продают масла, но они-то не занимаются производством масел. Как это правильно происходит? Все верно. Есть ряд производителей техники, которые заказывают у Shell масло под своим брендом. В таком случае разрабатывается специальная рецептура для них, компания Shell разрабатывается рецептура, и наш завод может производить масло для других, под другими брендами, но по специальной рецептуре. То есть, такой рецептуре, которая разработана специально для них, под требованием того производителя, который заказывает продукцию. То есть, такое теоретически возможно, правильно, что с вашего конвейера выходит масло, например, там, не Shell, а какой-нибудь там бренд M. Теоретически возможно. Грузится и уходит по... Такое теоретически возможно. Но подчеркну, да, что это масло, это не Shell масло с наклеенной этикеткой, там, какой-то другой. Технология рецептура совсем другая. Рецептора другая, да. Но такого, например, чтобы ваше масло продавалось под другим брендом, быть не может? Нет, это исключено. А расскажите, пожалуйста, вот огромный завод, на самом деле, масштабы впечатляют, ну серьезно, и денег в завод было очень много влито. Безусловно. Вот если вдруг что-то здесь сломается, здесь же, по сути, все уникально. Вот что будет происходить? Вы утром приходите, бац, кто это будет чинить? Это будут чинить наши люди. Мы имеем свою команду техобслуживания. Мы имеем на критически важное оборудование запчасти. То есть на 90% в любой момент мы закрыты. Мы имеем систему ППР, которая у нас на заводе работает. Мы имеем систему автоматического до заказа запчастей в случае, когда запчасти расходуются со склада. Система САП это видит, и она создает автоматический заказ, ну, говорит о том, что необходимо заказать ту или иную запчасть. То есть теоретически такого, чтобы произошел какой-то коллапс и завод встал, невозможно. Насколько вы максимум можете выбиться из графика? То есть час, два, три недели? Максимум мы можем выбиться из графика на день. То есть если что-то сломалось в ночную смену, у нас будет следующий день для ремонта. История компании Shell очень интересная. Началась она еще в 1891 году, когда Самуэль Маркус-младший приехал в Батуми и увидел вот эти масштабы. Чем занимался его отец? Отец его раньше вообще продавал ракушки. То есть он продавал шкатулки, украшенные ракушками. Началось это еще в 1833 году. Но вот когда он приехал в Батуми и увидел, что такое нефть, он оценил возможности бизнеса и он понял, друзья, то, что шкатулки, да, они хотя, стоит отметить, пользовались популярностью, денежку они зарабатывали. Но нефть, друзья, начал тратить силы. И таким образом сейчас Shell, это действительно очень крутая компания, как бы и кто бы что ни говорил, в ней работает по всему миру 92 тысячи человек. Вы вдумайтесь. Обратите внимание, пока мы проходили, это идет внутренний склад запчастей. Тот самый склад запчастей, про который нам рассказывал Алексей, где все запчасти лежат на своем месте, все подписано. То есть если вдруг, не дай бог, что-то происходит, люди заходят сюда и уже знают, что им нужно взять, куда это поставить. Обратите внимание, вот так в 2011 году выглядел завод. То есть годик прошел и все. Но здесь, понятное дело, то, что уже все основное стоит, осталось только асфальтик положить, доделать КГП и можно заезжать. Дальше обратите внимание, танкер. Само собой, разумеется, нефть, денежки, нефть, добыча газа – основное направление компании. Что интересно, посмотрите, пожалуйста, на логотип. Ответьте на вопрос, что он вам напоминает. Подумали? А вот теперь давайте посмотрим. Основу для логотипа была именно та ракушка. Ведь отец Самуэля-младшего занимался именно украшением шкатулок ракушками. Мы с вами заходим в лабораторию. Вот это одно из самых интересных мест. Как вы думаете, кто из нашей большой команды сейчас замешает масло? Это буду я. Внесу небольшую ясность. Здесь нам предлагают принять участие в эксперименте, где мы должны были взять за основу базовое масло и, соответственно, начать его смешивать с присадками. На выходе у нас должно было получиться Shell Helix Ultra 0W30. Но, как это ни странно, мы почему-то умудрились перепутать одну присадку. То есть нужно было добавить 15 грамм, а мы добавили 150 грамм. И то, что получилось на выходе, естественно, никаким Shell Helix Ultra 0W30 близко назвать нельзя. Нам это разлили в колбочки, и мы забрали это в качестве эксперимента. Вот, у тебя пипец, что ты нажимаешь на него? Она не засасывает. Пошло. Так, кап. Тихо-тихо-тихо-тихо. Красавец! Вообще просто, бе! Самое главное здесь не торопиться. Нужно время, друзья. Нужно время, понимаете? Это такой тонкий процесс. Как хорошо, что масло делают профессионалы. Те люди, кто действительно этим занимается. Представляете, что было бы, если бы мы начали делать масло. Купил бы ты у нас его? Лаборатория. Канистерку для эксперимента. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Нет-нет-нет. Как я мучусь. Тихо-тихо. Все, ну 0,2 погрешность она была изначально. Вот, пожар. О-о-о. О-о-о. О, брат, она еще и живая. Нормально. Смотри, идеально сделал. Сколько? Стерильно. Стерильно дай пять. Нет, давай, пять стерильно. Даем, троим пять стерильно. У Shell есть технология, которая называется Pure Plus. Вот я даже не знал, что это настолько революционная технология. Заключается ее суть в следующем. Это процесс преобразования природного газа в кристально чистое базовое масло, в котором практически отсутствуют примеси, которые встречаются в сырой нефти. Я думаю, вы уже поняли, что базовое масло это основной ингредиент смазочного материала. И данная технология позволяет получить чистое масло аж на 99,5%. Это базовое масло, обеспечивающее более высокий уровень очищения и защиты. Вот это масло Shell Helix Ultra с технологией Pure Plus. Самое совершенное моторное масло в компании Shell и вообще во всем мире. Это первое моторное масло, созданное из природного, подчеркиваю, газа. Оно позволяет защитить двигатель и получить улучшенную динамику даже в самых непростых условиях вождения. В общем, сейчас мы замешаем все наши компоненты, как вы видите. Под руководством нашего технического, скажем так, директора мы немного перепутали ингредиенты. И я считаю, что это очень даже хорошо, потому что производством масла должны заниматься профессионалы, которые набили себе руки, которые умеют работать. За моей спиной идет линия розлива. И сейчас вы увидите, как разливается масло в готовую тару на примере 20-литровых ведер. Вот так вот, парни, и придет тот день, когда нам не придется вставать на работу, потому что работать за нас будут роботы. Если сейчас на все это производство нужно 150 человек, хотя забот по масштабам очень большой. Площадь действительно огромная. Все происходит автоматически. И самое главное, что человеческий фактор здесь присутствует в простейшем. Следит за тем, чтобы все работало исправно. И вот он, тот самый момент, когда мы видим с вами готовый продукт. Обратите внимание, идут канистры, уже литровая тара, и есть 4-литровые тары. Вот это интересно. Вот она тебе, пожалуйста, пошла канистрка. А? У нас также есть уникальная возможность пообщаться с Максимом. Максим это директор завода. Максим, вот очень частый вопрос. Я сделал публикацию в Инстаграм нашего канала. Люди спрашивают, как проверить масло на подлинность? Ну, в первую очередь, конечно, надо покупать в проверенных местах. В крупных сетях поделок практически никогда не бывает. Но основное отличие, особенность нашего масла, это вот эта голограммная этикетка. Она двухслойная. На втором слой находится код, который можно вбить на сайт. ac.shell.com По этому коду сайт скажет всю информацию на предмет подлинности продукта. Если этот код будет вбит на сайт первый раз, он скажет, и он будет правильным кодом. Система его отсканирует, вот здесь стоят сканеры. Они автоматически забивают эту этикетку в базу данных, да? Система скажет, что да, продукт подлинный. Если его забить еще раз, система скажет, что продукт подлинный, но уже смотрели. Если забить третий раз, он скажет, что продукт неподлинный. Поэтому дублировать этот код бессмысленно. Коды все скрыты. Их наши сотрудники не видят и не знают. Под каждым кодом, если брать и смотреть наружные коды, они все совершенно разные. И у нас специальное агентство, специальная компания, которая занимается вот этими исключительно этикетками. Это наша коммерческая тайна, и ее, в принципе, узнать невозможно. Активируется в автоматическом режиме сканерами с линией. То есть проехал канистра, отактивировалось, все, есть информация в системе, что продукт подлинный. Поэтому, если просто брать и, извините, тупо дублировать эту этикетку, как хотят многие мошенники, скажем так, сделать, то это работать не будет, не будет. Максим, ответьте еще, пожалуйста, такой вопрос. Есть такое мнение, что вот в Европе лучше масла. Есть такая разница, что в России, например, одни технические требования, а для Европы технические требования того же самого масла другие. И оно там будет якобы лучше. У нас общий стандарт шелокский. Мы глобальная компания, у нас стандарт применим ко всем заводам. Ушел больше 40 заводов, стандарт один на всех. И для китайцев, и для русских, и для японцев. И везде можно, грубо говоря, купить везде масло, по канистре приехать на производство, на лабораторию, сделать анализ, и оно будет везде одинакового качества. Оно будет со всеми теми же самыми параметрами, которые должны быть для этого готового продукта. Ну, то есть, да, одинакового качества. И вот, глядя на все это, вдумайтесь, то, что в 1866 году было изобретено и запатентовано самое первое моторное масло. Запатентовало и изобрел его американец Джон Эллисон. И как вы думаете, что это такое? Было на основании чего оно было сделано? На основании животных жиров. Использовалось оно для смазывания элементов паровых машинок. Заводы по производству масла Shell, конечно, есть и в других европейских странах. Но на самом деле в России это наиболее технологичный, можно сказать, даже самый технологичный завод. Потому что он свежий, и сюда вкачали очень много денег. И вот она пошла финальная линия, уже упаковочка. Готовое масло упаковывается по коробкам, и все, что остается теперь, это его загрузить в автомобиль и отправить в пункт назначения. И вот этот завод, который полностью, практически уже автоматизирован, производит более миллиона литров готовой продукции за две рабочие смены. Вы вдумайтесь в это. Вот это настоящий макробизнес. Парни, мы переходим в нашу лабораторию, где у нас есть наконец-таки та самая возможность спросить у Евгения, менеджера по качеству. В чем же, собственно, разница? Вот многие из нас задаются вопросом, вот мы владеем Маздами, например. 5W30 приходит автомобиль с завода, 0W20. В чем же разница, какое масло лучше, а какое масло хуже? Вы можете как-то внести нам вязкость? Вторая цифра показывает у нас высокотемпературную вязкость. Чем больше цифра, тем больше вязкость, соответственно. Вот 20 меньше. Цифра, значит, вязкость будет меньше. Что это дает? Это дает, скажем так, показатель экономичности, да, то есть 0W20 или 5W20 будет более экономичной. В этом, собственно говоря, разница. Основная разница. А вот в основном многие говорят, что 0W20 получается лучше подходит для регионов, где холодный климат, где минус 40, вот туда оно пойдет лучше. Ну, низкотемпературную вязкость характеризует первая цифра. Действительно 0 перед W. Говорит о том, что это масло будет себя вести хорошо при низких и очень низких температурах. Например, наш Helix 0W30 имеет температуру потери текучести минус 57 градусов. А можете еще такую ясность нести? Вот многие задаются вопросом по трансмиссии. Вот производители автомобиля говорят, масло на весь срок службы. Вот мы вам продаем автомобиль, там залито масло, больше туда лезть не нужно. Все-таки нужно лезть, менять масло, например, там через 60 тысяч свойств, теряет свои или не теряет? Или можно кататься 150-200 тысяч и ничего не произойдет? Ну, смотрите, такие вопросы лучше адресовать, конечно, к нашей службе техподдержки. Со своей стороны могу сказать, что то, как себя будет вести масло в конкретной ситуации, зависит от условий эксплуатации, в каких режимах работает, по каким дорожным условиям это все происходит, при каких температурных режимах. На севере ли, где-то на юге. И очень поэтому сложно сказать конкретно, что в данном случае будет с этим маслом, с этой трансмиссией, с этой коробкой передачи. То есть больше влияет побочные факторы на эксплуатацию? Конечно, конечно. То есть то, что тестирует производитель, поставщик, это в неких лабораторных условиях. Существуют, допустим, там Каталпир, Катерпиллер-тесты, Бенч-тесты, когда в определенных условиях, там, несколько тысяч часов на полных оборотах гоняется двигатель или коробка передачи. Но это лабораторные условия. Именно на эти условия дается, скажем так, некая гарантия. Что будет в реальной жизни, трудно предположить. Знакомьтесь, это Дмитрий Сергеевич, он отвечает за охрану труда. Дмитрий Сергеевич, вот вы можете пояснить? Вот смотрите, мы к вам пришли на завод, все очень четко. Нужно ходить по определенным линиям, скажем так, по разметке. Вот чем чревато? Вот казалось бы, никого же нет. Вот если я здесь пойду, нельзя. Почему? Это считается нарушением. Ну вот в данный момент это может быть безопасно. Но здесь идут производственные операции по разгрузке масел. И в определенный момент здесь находиться будет небезопасно. Для того, чтобы человеку выполнять правила, нужно создать прозрачные такие правила, которые понятны всем. В противном случае их будет очень тяжело соблюдать. Вот мы создали такие правила, которые легко соблюдать, которые понятны и прозрачны. Ваши сотрудники не нарушают их? То есть вот если, допустим, я стал сотрудником вашего завода, и я их нарушил, какие-то санкции ко мне можно приметь штраф? Значит, смотрите, ну штрафов у нас нет. Дело в том, что вся наша культура, она построена на общении. То есть люди специально нарушать никто не хочет сам себе навредить специально. Обычно нарушение происходит в силу или незнания, или в силу слабой осведомленности, или в силу, ну просто человек забыл. Ну вот как сейчас, например, был случай, человек пошел без очков. Он пошел не потому, что он хотел пойти без очков. Очень важно, чтобы человек, который работает рядом с ним, плечом к плечу, он не побоялся, не постеснялся сделать ему замечание. На этом основана вся наша культура. То есть мы помогаем друг дружке, мы заботимся друг о дружке. Из-за этого люди не нарушают. А было такое, когда все эти меры безопасности действительно кому-то помогли? Ну, например, кому-то что-то упало на голову, капнуло, либо же на очки попало. Такие ситуации известны? Вообще бывало такое? Не, ну такие случаи бывают, они же кругом и рядом в нашей жизни. Можно подскользнуться, например, и упасть, сломать себе ногу. То есть мы используем ледоступы. Соответственно, я предполагаю, что то, что не произошло, что никто не получил травму, это значит, что это помогло избежать все наши меры. На самом деле техника безопасности меня прям удивила. Когда приходишь, вот мы потратили около часа, пока нам дали полный инструктаж, пока нам все рассказали, как себя вести, о деле, о буле, средства защиты на глаза. На самом деле я считаю то, что большинству наших производств, нашим заводам в России ушело, есть чему поучиться. Спасибо вам большое. Вы ответили на полезные нам вопросы. Благодарю вас. И где мы с вами начали, там мы с вами и закончили. Друзья, пять часов времени пролетели просто незаметно. Мне показалось то, что у нас еще только два часа прошло, а уже все, говорят, заканчиваем. Производство действительно очень крутое, вы сами в этом убедились. Не нужно даже рассказывать о том, что это современный производство, это технологичное производство. Я, побывав на нем, понял теперь прекрасно, как от и до происходит процесс производства масел. Мне лично очень понравилось. Надеюсь, вам тоже было интересно. И вот вы в этот коротенький ролик узнали что-то для себя новое. Именно для этого подобные сюжеты и записываются. Огромное спасибо компании Shell за предоставленную возможность побывать на их заводе в Торжке. Огромное спасибо Jeep у России за то, что они нам дали автомобили, на которых можно было покататься, которые можно было потестировать. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, пишите ваши комментарии, высказывайте полностью ваше мнение, ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.